За минувшую неделю в Чите произошло 41 возгорание. 29 из них – это палы сухой травы. Впереди родительский день. Тысячи читинцев отправятся убираться на кладбище. Исполняющий обязанности руководитель администрации города попросил воздержаться от сжигания мусора. Протоколов не так много составляется, судя по статистике. Но тем не менее, если все-таки нарушителей мы ловим, нужно, соответственно, тоже это освещать. То есть показать у этих людей неправильно, скажем так, поступает. Поэтому просьба, если такие факты случаются, фиксировать и, соответственно, тоже средства массовой информации выкладывать. Вновь ряд перевозчиков получили предостережение о некачественной работе. Они, как и прежде, не соблюдают графики движения. Предприниматели на 48, 130 и 131 маршрутах и вовсе отказались выходить на линии. Вообще, в соответствии с нормами действующего законодательства, после поступления заявления перевозчик обязан 90 дней выполнять свои обязательства. В течение 90 дней по 48 маршруту у нас перевозчик заканчивает 9 июля, по дачным 10 июля. Но это не означает, что маршрут прекратит свою деятельность. Мы отрабатываем с другими перевозчиками. На городской планерке вскользь упомянули и о реализации проекта троллейбусной линии до поселка КСК. Представитель комитета по управлению имуществом города сообщил, помимо всего прочего, об изъятии ряда земельных участков под эти цели. У нас уже изготовлена год назад проектно-сметная документация. Сейчас мы ведем плановую работу по изъятию тех участков, которые попадают в зону проекта. Правительство края также сейчас ведет работу по получению соответствующего финансирования. Речь идет прежде всего о именно дороге до КСК, новые дороги, то есть расширение узких мест. Но о последствии, после завершения строительства уже дорожного полотна, будет уже проводиться работа по троллейбусной линии. Реконструкцию дороги планируют завершить к 2024 году. Когда же запустят сам троллейбус до КСК, пока неизвестно. Дарья Пьяникова, Данил Ботвинский, Никита Дроздов, РТК Забайкалье.